Сломать игру на первой минуте. В современном спорте такие явления маловероятны. Однако футбольные баталии, которые происходят на полях по ФЛ Урала-Приволжской зоны, к этой категории вполне подходят. ФК Тюмень в очередной встрече первенства принимал у себя дома ульяновскую «Волгу». Рефери из Новосибирска Артем Петренко уже на первой минуте проигнорировал снос Артема Докучаева в штрафной площади гостей. Трудно представить, что заставило в этом эпизоде свисток арбитра промолчать. Но Сибиряков из Калии это событие выбило. Матч изначально не задался, когда судья пенальти не поставил на первой минуте. Потом пошла какая-то нервозность, много брака в передачах было. И не было завершающего паса и удара. То есть особо голевых моментов мы за всю игру так и не создали. Да и «Волга» каскадом ударов, поворотом своих прибывших на встречу фанатов не радовала. Но все же сумела сыграть по принципу редко-дометко. На 13-й минуте ульяновцы беспрепятственно прошли по левому флангу и доставили мяч в штрафную Алексею Тринитадскому, который принял единственно верное решение, плеско пробив верхний угол 1-0. Наверное, три очка на данный момент более важны, нежели какая-то красивая игра для нас. Но в любом случае ту установку, которую мы предложили ребятам, они выполнили от начала до конца. Это плотная игра в центре поля, плотная игра в оборонительной линии при фланговых подачах, прострелах и переход из атаки в оборону. Тюменцы снова не досчитались серьезной группы атаки. Артур Газданов появился на поле лишь во втором тайме, а Александр Суботин не попал даже в запас. В их отсутствии инициативу в свои ноги пытался брать Давид Захов. Но его проездной билет автобус «Волги» раз за разом принимать отказывался. Очень много говорили о контроле мяча, о том, чтобы этот мяч, конечно, именно владеть инициативой. Но, к сожалению, вот этот первый мяч, он вообще, когда мы его пропустили, я посмотрел, что уже мы свалились только на индивидуальные какие-то действия наших игроков, когда там все таскали этот мяч, хотели его протащить, продавить. А начинали вроде бы так на моменты очень неплохо, как бывало у нас получалось, через пас что-то так проглядывалось. А вот именно после гола чуть-чуть немножко все сломалось. Вторая половина встречи превратилась в шапито. Судья Артем Петренко настолько упустил нити игры, что даже отменял офсайды, которые фиксировали его помощники. Обе команды были готовы накинуться на рефере с кулаками. Обошлось без рукоприкладства. Но такой рваный темп матча явно пошел на руку «Волги», которая выстояла и, как и в матче первого круга, обыграла тюменцев со счетом 1-0. Тем самым сведя их шансы на возвращение ФНЛ к абсолютному минимуму. И попутно озадачив черно-белых вопросами, где теперь искать мотивацию на оставшиеся игры чемпионата. Как находить? Мы профессионалы. Мы должны на каждую игру выходить, побеждать. Потому что и так много очков потеряли. Сильно извиняемся перед болельщиками. Очень обидно. Поэтому нам только остается работать, тренироваться, выходить, играть. Главное побеждать и радовать болельщиков. Турнирная таблица взоры поклонников Тюмени не радует уже давно. Сибиряки планомерно идут к борьбе за середину табели рангов. Впрочем, времени на исправление ситуации еще достаточно. При этом никто не говорит, что подопечные Вячеслава Афонина не могут опуститься еще ниже. В каком направлении сделает шаг команда, узнаем 6 октября, когда она сыграет на выезде против «Зенит-Ижевска». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова